День Победы 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 В этом году, наоборот, во время самой выставки траурной проходило очень много молодежи. Они сами подходили и спрашивали, что за событие. И действительно ужасались, когда узнавали. Им никто не рассказывает о том, что происходило. Хотя разница налицо. Несколько лет назад эта акция проводилась в формате шествия. А сейчас постояли, разошлись и все. Помните первое шествие в Екатеринбурге? Первый митинг, очередь выступающих к микрофону. Теперь ничего этого нет. Русский мир забыл своих героев. Экономические проблемы взяли свое. Холодильник победил телевизор. А еще народу заметно поубавилось из-за того, что просто пропиариться никому не дали. Почему, возможно, сегодня было поменьше людей? Потому что мы окончательно запретили на акции политическую символику. Многим это не понравилось. Действительно, потому что нет возможности пропиариться, нет возможности показать, что мы организация. Я считаю, и это мнение поддерживает торгкомитет 2 мая в Екатеринбурге, что лучше нас будет 20 человек, но искренних, чем несколько сотен, которые пришли сюда не за этим. Вот так вот бесславно и закончилась русская весна. Эхо патриотического взрыва уже практически не слышно. Настоящих патриотов можно пересчитать по пальцам. В России начинается период политического и экономического застоя. Без особой радости будут праздновать в этом году День Победы и в Нижне-Туринском доме ветеранов. Летом прошлого года пенсионеры получили счета за отопление. Письма счастья в почтовых ящиках вызвали шок у многих из них. Все лето компания «Энергосбыт плюс», принадлежащая олигарху Виктору Виксельбергу, требовала от детей войны и тружеников тыла по 5 тысяч рублей в месяц, то есть третью часть их пенсии. Кто сделал из заслуженных ветеранов труда заложников энергосервисной компании, смотрите в нашем материале. В Нижне-Туринском городском доме ветеранов живет 83 человека. Есть тут и дети войны, и труженики тыла. Пенсионеры арендуют здесь квартиры по договору социального найма. Многие жители этого дома уже плохо ходят, есть и лежачие. В конце мая 2018 года ООО «Энергосбыт плюс» по надуманному предлогу отказался учитывать показания узла учета тепловой энергии. Пенсионеров вогнали в долги, которые пожилые люди оплачивать не стали. После этого ветераны перестали получать субсидии от государства. Долги стали расти. Администрация Нижней Туры бросила этих людей на произвол судьбы. Они сейчас это за отопление взяли, и у меня все долг, и долг, и долг. И уже под 6 тысяч все долг каждый месяц, полгода тянется. В мае прошлого года муниципальная управляющая компания, обслуживавшая дом, обанкротилась. И управлять коммунальным хозяйством дома ветеранов стало муниципальное учреждение «Административно-хозяйственная служба». Пенсионерам выставили счета за отопление в летний период. На доме ветеранов установлен общедомовой теплощетчик. До мая 2018 года ветераны платили за отопление по счетчику. И неожиданно для них стали должны платить по нормативу. У кого-то нервы не выдержали, вот как у меня, у самой, я уже заплатила. Потому что мне уже вот эти вот звонки меня достали. Они как представляются, когда звонят? Это из «Энергосбыт» или как? Да, это «Энергосбыт». И пугают пенсионеров, да? Да. За лето 2018 года каждый житель дома ветеранов стал должен у «Энергосбыт плюс» около 6 тысяч рублей. Эта сумма оказалась критической. У многих престарелых людей на нервной почве случились проблемы со здоровьем. И начались хождения по мукам стариков. Квитанции ждешь, расстроишься, и давление, и все, и до больницы доходит дело. В период, пока дома управляла административно-хозяйственная служба администрации Нижней Туры, ветераны получали огромные квитанции на оплату коммунальных услуг. Не было уборки коридоров и придомовой территории. Работники административно-хозяйственной службы в лица директора муниципального предприятия Веры Белоусовой наплевали на пожилых людей. Их действия или, скорее, бездействия испортили немало нервных клеток у ветеранов. И они ничего не делали. У нас не было ни уборщицы, ни сборника. Самые подвижные пенсионеры обратились с этой проблемой в прокуратуру и департамент жилищного надзора Свердловской области. В ответ получили отписки. Тогда пенсионеры обратились в суд. В суде их перенаправили обратно в прокуратуру. А когда мы обращались в мировой суд, судья, ой, как у нее фамилия даже, вылетела из головы, она на меня накричала. Главное, я была с юристами, мы нанимали юристку, скидывались. Я была. Вот. И она накричала, обращались в прокуратуру. Мы пошли по второму кругу в прокуратуру. Год ветераны труда, дети войны и труженики тыла мучаются из-за администрации Нижней Туры. И когда представители муниципальной власти заявляют 9 мая, что ценят и помнят заслуги старшего поколения, их слова, мягко говоря, расходятся с действительностью. Вот мне 82 года. Муж, участник войны, поселили сюда временно вроде бы. Муж умер через год. Я так и осталась здесь навсегда. Вот уже со мной даже никто не говорит, потому что, что со мной говорить, я раз не участница войны. До сих пор жители городского дома ветеранов Нижней Туры пытаются получить перерасчет за лето 2018-го. Пенсионеры живут очень скромно и не готовы переплачивать за халатность муниципальных служащих. Я прощаюсь с вами. В студии работал Евгений Анисимов. С Днем Победы вас! Смотрите программу «Что произошло» на канале Крик ТВ по субботам, воскресеньям, понедельникам и четвергам. Краткую версию смотрите по субботам на канале «Реальная журналистика». Звоните к нам в редакцию по телефону 8 343 262 79 37. Пишите письма, ищите нас в соцсетях, добавляйтесь в друзья, сообщайте новости. Увидимся через неделю. Продолжение следует...